Да ты хороший мальчик, да ты хороший мальчик, да ты хороший мальчик Здравствуйте, друзья. Наш рассказ об идеальном кемпинге не был бы полным, если бы мы не поговорили о кемпинговом освещении, кемпинговых фонарях. И мы выбрали 4 фонаря, большинство из которых мы уже используем при постановке лагеря для разных функций в нашем идеальном кемпинге. Самый простой фонарь это BL-40. Это идеальная история. Почему? Потому что он прежде всего... Да ты хороший мальчик, иди отсюда, иди гуляй, иди на место. Прежде всего потому, что это фонарь идеальный для освещения любой палатки. Вот, и здесь 40 люмен, здесь стоит 3 пальчиковых батарейки и при условии 3 приличных пальчиковых батареек этот фонарь его хватает на сезон, на 50 дней. То есть мы в среднем обычно 50 дней там в экспедициях и мне не верят, но вот честное слово меняю раз в сезон. Перед сезоном ставлю новые и под конец некоторые иногда дослуживают, ну уже третий год у меня такой фонарь. Иногда дослуживает до конца, иногда под конец уже начинает подсаживаться. Вот тем не менее вполне классная история. BL40 также хорош тем, что в нем только один режим – светить, не светить. Я очень люблю такие фонари, особенно для освещения в палатке, идеально подходит. Его старший брат BL50 имеет больше наворотов. Во-первых, здесь чуть-чуть более мощный диод, а во-вторых три режима – красный, слабый и сильный. И он уже заряжается от USB, то есть внутри стоит какой-то аккумулятор. И он может еще дополнительно подзаряжаться, как динамо-машинка. То есть чисто теоретически он обеспечивает большую автономность, чем все остальные фонари. Ну что ж вещь полезная, чего не скажешь. Но тоже он в основном подходит исключительно для освещения палатки, может быть большой кемпинговой палатки. Третьим фонарем, который мы выбрали, является фонарь BL100. Это уже 100 люмен. И это два варианта освещения. Тоже я его использовал для освещения большой кемпинговой палатки. То есть вы можете его ставить на пол, а можете вешать на, например, крючок на палатке. На младших моделях здесь специальные петельки. Ну а у них достаточно плоское дно, чтобы ставить. А здесь такая своеобразная модульная архитектура. И о питании. Здесь четыре пальчиковых батарейки. Ну вот этот фонарь прослужил в кемпинге две недели и не сел. Уплотнители и вот эта вот форма с дополнительным козырёчком позволяют надеяться на то, что этот фонарь будет противостоять влаге, ну по крайней мере рассе, дождю, слабому моросе. То есть он такой брызгозащищённый, скажем так. Самым старшим в этой линейке является фонарь BL-200. И это очень крутая тема, потому что он также может ставиться. Его также можно вешать. И у него также три режима. Красное свечение, красный свет, слабый и сильный. Этот фонарь BL-200 мы использовали во время экспедиции в Смоленскую область, где фактически освещали им лагерь. То есть фонарь висел в центре под тентом или ставился на стол во время ночных каких-то посиделок. И освещал по крайней мере полностью всё место под тентом и дополнительно ещё место вокруг тента. То есть вполне один такой фонарь при компактном лагере, нас было 15 человек, он давал возможность всем дойти до своей палатки вечером, когда костёр уже потух. Таким образом мне представляются следующие варианты применения этих фонарей. BL-40 и BL-50 у нас идут как фонари в палатке, в обычные палатки, кемпинговые палатки. В большую палатку кемпинговую я рекомендую вот такой фонарь BL-100, а для освещения всего лагеря BL-200. Тут есть ещё один вопрос о режимах работы. Чем мне нравятся эти фонари с тремя режимами? Красный он может использован быть в разных целях, в разных случаях, в разных ситуациях. Я действительно заметил, что правда многие говорят, что красный свет освещает пространство и при этом он не выбивает ваше зрение из режима ночного. То есть если вы подсвечиваете себе красным, вы видите вокруг лучше, но при этом при переведении взгляда в темноту вы не слепнете. Это очень правильная история. Но также красный можно вешать, например, в режиме дежурного фонаря. То есть, например, на ночь над туалетом, чтобы люди, которые идут в темноте в туалет, хорошо ориентировались по этому свету. Можно также, если очень тёмная ночь, ставить, например, у своей палатки, если вы отлучаетесь, чтобы её потом найти. Ну а два режима света позволяют вам экономить свет, если вам мощность не нужна. Если фонарь BL50 у нас фактически с нескончаемым зарядом его можно подкручивать, то BL40 мне хватает на сезон, как я уже говорил. BL100 мне хватило, ну по крайней мере на две недели и я не заметил падение мощности света. А вот BL200, который заряжается через USB разъём, нам хватило где-то дней на пять. Но при этом это были полноценные пять дней, то есть фактически четыре или пять дней этот фонарь светил весь вечер, там с девяти вечера до, наверное, где-то полдвенадцатого, когда у нас были какие-то посиделки. То есть это, в принципе, тоже достаточно долгое время. И этот фонарь можно подзаряжать от любого пауэрбанка. Так что вот такая история. Теперь о сравнительном испытании. Вот, сейчас попробуем. Ну вот, друзья, чисто для сравнения. BL40. BL50. На максимальной мощности. BL100. На максимальной мощности. И BL200. на максимальной мощности замечу что все фонари имеют мягкий свет приятный для глаз не резкий и со всеми своими задачами справляются мне очень нравится эта история ну и дизайн оригинальный до встречи в поле а